У нас проблемы с футболистами, много травм. На замене у нас было только два человека. Плюс ребята, у меня еще финансовая ситуация была очень нестабильная. Футболисты опытные, все к семье хотят свое зарабатывать. Поэтому, ну, да, возвращение бывает. Одно на одно налаживается, психологически какой-то надлом какой-то такой летает. Но пока все стараются, все болятся видеть. Нету таких статистов даже в этой ситуации. Нам хотелось бы, чтобы нам повелись в УСОК, особенно директор завода. Я считаю, эти деньги, которые у нас там в СМЭТе, должны мы получать. Должны мы получать. Раз, мы эту СМЭТу принимают у нас и область полковни, и в районе у нас принимают, и в Минспорте. Я считаю, что СМЭТу должны выполнять. Для чего тогда эти цифры там стоят, для чего тогда вообще, это непонятно. Ну, сложная в этой ситуации. Тогда еще люди не будут навстречу ворачиваться, поэтому сложно. Настраиваться. Скоро вообще за копейки будем играть? Через месяц. Да, мы и так за копейки играем, но... Ну, просто другое у меня университет, очень поддерживаю. Футболист – это игрок, который выполняет очень тяжелые. И время его очень коротко. Кто-то заканчивает в 30, кто-то в 25 лет. И если действительно, что с метр принято, я буду выполнять. Потому что три последнего становятся заложниками ситуации, в которой наказываются. И сравнивать, за копейки играть, ну, да, какой-то такой уровень футбол. Потому что одно делает профессиональный футбол, а второе за какой-то, значит, по-другому. Считаю, что директор должен в этой ситуации повернуться к нам лицом. Мы защищаем честь Гранита, района. Что у нас еще в районе, как бы, есть? Куда народу пойти, посмотреть, в свободное время выйти? Понимаю, что сейчас всем, всем тяжело, всем тяжело. Но не надо, когда сложно, как бы бросать людей в безвыходной ситуации. Тоже не делать. Никто же там не просит этих, там, бастосмол, этих супер денег каких-то. Все же прекрасно понимают, что там выйти, мало получают. Но ситуации мы не знаем.